здравствуйте на пороге весна я уже понял что вы любите завтраки поэтому сегодня завтрак я готовить не буду вот ну то есть это блюдо можно и на завтрак и на обед на ужин на быстрый перекус очень удобно вкусно и самое главное мощно так без самых доступных ингредиентов вообще за исключением вот этого помидора только и помидор недоступный ингредиент потому что очень вкусный очень дорогой сладкий ташкентский томат ну вот ладно шутки шутками значит начнем с хлеба у меня два куска хлеба желательно с тонкой коркой ну и чем поприличнее берите такое знаете если хотите сделать сэндвич из вот этого тостового хлеба харрис ну ваше дело я конечно его не люблю готов мириться с толстой коркой но только не харрис прощай хороший спонсор навсегда коврада кусочек сливочного масла маленький он растапливается и обжариваем хлеб только с одной стороны но в моем случае это будет вот эта сторона эта сторона кривая это ровненькая сторона давайте ровненькая будет у нас а нет все правильно с ровной стороны обжариваем да но обжаривайте с любой стороны вообще главное чтоб с одной я всегда делаю так значит не надо чтобы нам горело все дым шел до масло размазали положили хлеб и протерли хлебом все масло чтобы масло впиталось и на сковороде осталось минимум масла все теперь даем полежать и с одной стороны запекаем с двух сторон будем запекать с дубон быстро подсыхает и становится хрупкий такой знаете а так с одной стороны у нас будет сверху хрустящий а внутри будет сочный так огонечек поменьше быстро делаем кляр для курицы значит курицу слегка солим обязательно побольше перца но если его вам можно если вы любите если располагаете так сказать такими возможностями если перец есть опять же в чашке у меня яйцо одно 2 чайной ложки муки потом я сюда добавляю одну чайную ложку крахмала картофельного чуть 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 на кончике немножко это знаете у меня такая разрыхлитель хотят сказать такая же пудра потому что читаю baking powder пудра теперь все добавляю одну чайную ложку соевого соуса и убираю хлеб смотрим о красивый какой какой золотистый красивый все оставляем буквально на минуту вообще-то надо бы убрать конечно его убираем на тарелку вот этой стороной кверху чтобы она сохла сковорочка пока стоит не на огне но огонь я не выключаю мелко режем лучок лучок вот сюда яйцо разбалтываем от свинья разбрызгал яйцо по кухне немножко так взбиваем у сковородочку ставим маслица наливаем масло не жалеем крахмал прячем не нужен пока а курочку это окорочок я снял и воск из кости с кости с кости со славы серёги да значит и все у меня получается такой шницель не шницель но в общем все обмакиваю его в кляр с луком отправляю его на сковородку пусть жарится сверху добавляю немножко кляра он хоть и растечется потом можно будет долить его пусть жарится пока курица жарится времени не теряем в этой чашке у меня столовая ложка с горкой терияки соуса терияки соус здесь у меня майонез я использую корейский кимко я уже говорил не раз это не реклама это хвастаюсь просто только же сколько и терияки майонеза я кстати терияки майонез еще всегда люблю добавлять чуть-чуть сока лимона вкуснее получается буквально несколько капель следим чтобы у нас там с курица ничего не подгорала кожа взрывается что-то так и должно быть делаем огонек поменьше для того чтобы курица медленно прожаривалась теперь помидорчик помидорчик нарезаем тонко красиво вкусно чтобы сочный сочный был у нас сэндвич так тихо себя ведем вот так вот опа мощный получается кляр весь пушистый хрустящий будет попробуем не очень хрустящий но очень сухой но не плотный рыхлый весь помидор готов соус готов доводим до готовности курицу времени конкретного нет есть ваш глаз ну есть как бы время такое вот смотрите видите чтобы ничего не горела курица должна медленно медленно пропекаться лучше заранее выньте из холодильника чтобы она нагрелась чтобы у вас сократилось время вы знаете холодную достали бахнули сверху уже горит внутри сырая можно ее кстати отправить их и в духовочку довести ее ну пусть прям пишите чё я буду заморачиваться с духовкой оттуда вытаскивать сковородки там их полным-полно курица пока отдыхает остывает она все равно такой толстый кусок и такой большой быстро не остынет за это время быстро быстро ну умеренно да как говорят торопись не спеша в еде нужно торопиться тоже очень аккуратно сливочное маслица чутка растопили яичко одно разбили солить не буду соус соленый курицу подсаливали яйцо солить не будем просто жарим глазунью глазунью жарим не разбиваем контур я имею ввиду вот это натяжение вот это вот не разбиваем путь жарится так как есть вот эту штуку не разбиваем не раз плескиваем яйцо по всей сковороде путь жарится так чтобы яйцо не горело как только она у нас начала подпрыгивать выключаем огонь убираем все гоняемые по сковородочке следим чтобы во первых масло у нас не горела сливочная чтобы не образовывался казеиновый край так называемый и быстренько формируем формируем сэндвич соус выглядит почти как сгущенка да так и есть сгущенка он такой же вкусный как сгущенка но только что не десертный значит вот сюда соус вот сюда томат значит прежде чем выкладывать мы должны убедиться что внутри приготовилась ли курица смотрим внутри огонь все приготовилось все ничего красного нету все сочное вкусное кладем вот сюда кусок курицы кляр съедобный вкусный классный и накрываем ничего мы не накрываем яйцо как же яйцо то капаем маслица я люблю так всегда капать горячее маслице а крышечкой накроем тогда когда будем уже есть и когда наступил час вы берете крышечку накрываете вы берете нож нормальный острый нож и делать вот так вот раскрываете его видите какое какая сочная курица томаты яйцо течет хрустящий хлеб слышите как прям вот это огонь ребят мой канал новый сделали гаджет шеф называется ссылочка в описании ролики короткие но это для тех кто не любит смотреть длинные ролики поэтому обязательно подписывайтесь смотрите может что-то полезное для себя найдете рецептов со все равно там будет тоже такое же количество миллионы миллионы миллиарды но чем вам говорить не надо нажимать даже да тут все понятно как все течет как все сочное хрустящие снизу корка хрустящие сэндвич потрясающий сок течет я понимаю да не аккуратно я весь вымазался но это очень вкусно ладно простите что травлю вас с ульями поди захлебывайтесь извините что пальцы облизываю но это это так делают когда очень вкусно вы видели что готовится это очень просто курицу любят все выглядит потрясающе и самое главное из самых доступных ингредиентов а да томат только хороший возьмите потому что майонез и терияки они не бывают там хорошими плохими хотя не знаю вы наверняка сейчас начнете спорить и говорить что да один майонез хороший другой майонез плохой я редко использую поэтому вот у меня корейский есть он офигительный классный я точно знаю терияки и все вместе это дает очень вкусный результат приятного аппетита приготовьте обязательно